Вот мы про братство говорили, и неожиданно, действительно, это не заготовка. Я подумал, все время, когда говорят с Андреем Сергеевичем, спрашивают про вас, у вас спрашивают про старшего брата, никогда почему-то, или, может быть, я что-то упустил, почему-то не вспоминают вашу сестру Екатерину? Почему? Как вы считаете? Ну, знаете, там довольно, так сказать, такая история тяжелая, потому что, ну, во-первых, она сводная сестра. Да, единоутробная, называется, по-моему. Да, от первого брака мамы, от Богданова пианиста. Он был коммерсантом, и мама хотела, чтобы он был пианистом. Катя... Вы же были близки. Да, мы были, мы жили вместе и росли, но Катя намного старше меня. Потом она вышла замуж Елене Зимяновой, и осталась отдельная семья абсолютно. И пока был жив Юлик, это была очень, так сказать, такая... Ну, он был очень харизматичный, невероятно, влюбивший в себя всю нашу семью совершенно. А потом, когда он ушел уже, и у Кати выросли девочки, и она, так сказать, уже отошла. И, в общем, как-то так случилось, что какая-то внутренняя потребность как-то так ослабла, я бы так сказал. Хотя, когда у нее есть проблемы какие-то, вот у нее были проблемы... У нее и сейчас есть проблемы, в общем, она воюет. Я помогал ей в том, чтобы ее просто не уложили в клинику, и... Ну, это ужасно, это вообще сама по себе, эта история ужасная. Я очень не хочу в ней разбираться, и это... Не дай Господь никому. Так сложилось, что она стала жить совершенно своей самостоятельной жизнью вместе с дочерьми. Там сложные отношения, я не хочу в них вмешиваться. Но когда ей было плохо, и реально плохо, и была какая-то угроза, то, не задумываясь, ни Андрон, ни я тут же стали ей помогать, чтобы просто не было совершенно, так сказать, такая большая несправедливость. Ну, я считаю, что, наверное, в этом и заключается та самая связь, которая не порвана. Мне вообще безумно интересно было представить себе, просто представь себе, да? Два моих предка прямых стояли на Куликовом поле. Это документально. И они оба выжили. Если бы они не выжили в 1380 году, 8 сентября, то никого бы нас не было, может быть, понимаешь? Я предпочитаю прийти на интервью абсолютно, так сказать, чистым, как лист. Тогда ты не становишься рабом сформулированных, так сказать, ответов. Поэтому, как спросили, так и... А учитывая, что качество ответа заключается вообще и зависит от качества вопроса, я очень к Жене отношусь с уважением, я люблю его, и мне всегда с ним интересно. Поэтому тут совершенно не важно, о чем говорить. Тут важно, как, опять же, мама говорила, не важно, что, важно с кем. Поэтому я люблю к нему приходить и, так сказать, всегда знаю, что это, по крайней мере, мне будет интересно. Беседовать с представителями династии Михалковых любопытно и интересно по самым разным причинам. Но среди этих резонов есть и такой. Меня всегда просто завораживает вот это, что люди с очень схожим набором исходных, я про ДНК, то есть, фактически, люди одной базы исходной, могут думать, рассуждать и видеть одни и те же вещи с совершенно различных точек зрения. И отличаться, будучи схожими, там, допустим, внешне, там, я про голос вообще не говорю, это притча вызывается. Но так по-разному рассуждать о фундаментальных вещах и по-разному видеть мироздание, это очень интересно. Я много раз беседовал с почти с каждым из представителей этой династии, и мне даже издательство предлагало выпустить такой сборник этих интервью. Но просто на самом деле и Никита Сергеевич Михалков, и Андрей Сергеевич Кончаловский так блистательно пишут, их мемуары и записки настолько шедевральны, вот, ну, если мы говорим про жанр вспоминалок, что заходить на эту территорию с какими-то описаниями Михалковых, с их прямой речью, ну, мне кажется, это просто совсем неблагодарно.